Наталья Артёмова В 90-м году на свет появился Иван, в 94-м – Данила, в 96-м – Мария, в 98-м – Фёдор, в 2002-м – Василиса. Муж Натальи, который в момент нашего интервью не был дома, всячески поддерживал жену все эти годы. Именно его любовь и преданность во многом стали решающим аргументом за жизнь. В 90-е было очень тяжело, да. Было очень трудно. Когда я не работала, муж работал в храме, и платили, конечно, очень мало. Ну, просто совсем было тяжело. Вот, нас немножечко выручал дедушка. Он ездил по магазинам, отставил в очереди и привозил нам молочку. Когда они поженились, купили домик в почти заброшенной деревне. Туда с радостью приезжали всей семьёй. Дети росли на природе, впитывали атмосферу деревенской жизни. Но земля тогда и в буквальном смысле кормила. У нас был большой огород. Вот, там было 70 соток. Дедушка помогал, сажал картошку, ухаживал. Ну, детки тоже ухаживали, когда росли. Вот, и пололи, и собирали. И всё это нас поддерживало очень. Как истинно верующие люди, они не отчаивались. А по молитвам приходила помощь. Кто-то присылал посылки, кто-то помогал деньгами. Тогда рождение детей одного за другим было почти подвигом. Их осуждали, отговаривали. Я бы не сказала, что они жаловались, говорили, что вот, у нас нету чего-то такого, и я сейчас буду плакать и помирать, и стучать ногами. Такого никогда не было. Они росли в любви. И когда я пришла в консультацию с Машей беременной, с четвёртой, мне врач стал говорить, зачем вы рожаете, вам надо предохраняться, или лучше аборди делать. Вот, я пошла к заведующей, поменяла врача. Вот, но это было очень тяжело. Да, было, когда говорили, говорили так и в магазине, и в поликлинике, ну, рожали, и нищету плодить. Наталье прочили карьеру большого музыканта, и даже педагог по сольфеджио отговаривала от материнства. Наташа, ну, куда столько рожать? Тебе хватит двоих, не нужно, тебе надо работать, тебе надо карьеру строить, у тебя такие способности. Вот, и она меня не понимала очень долго. А потом, когда детки подросли, они, конечно, она всех их видела, они к ней приезжали в гости. Вот, она мне сказала, Наташа говорит, тебе надо было еще рожать. Но она и в профессии состоялась. Преподает музыку, руководит детским фольклорным ансамблем, с которым ездит на гастроли по России и в другие страны. А сами ее дети играют на музыкальных инструментах. Кто учится, а кто уже получил прекрасное образование в ведущих вузах страны. А однажды Наталья Артемова, вернувшись из загорода, не узнала свою комнату. Дети решили в качестве подарка сделать маме ремонт. Ну, да, сами провели розетки, придумали мебель, у нас знакомый платник все собрал. Сейчас они прошли тот период, когда конфеты на столе были роскошью. Дети самостоятельны, Наталья уже дважды бабушкой. Но пройдя через трудности, они получили настоящую награду от Бога – счастье большой семьи. Как бы ничего страшного, пережили тяжелое время. Вот. Ну, мой папа рос тоже в тяжелое время, во время войны. И мама родилась за два года до войны, они хлеб увидели первый раз в 1948 году. Вот. Так что папа был под немцами, когда был маленький, ему было 10 лет. Так что я знаю, что мои родные жили очень тяжело. Именно христианскому отношению к семье Наталью научила мама – Александра Михайловна. Она воспитывала дочь строгости, любви и умений жертвовать собой. Она еще малышкой была, очень такая хозяйственная. И пироги пекла, и вообще светлый человечек. И росла такой и послушной, и жалостливой. Не так давно сама Александра Михайловна ходила по больницам, чтобы отговаривать женщин от аборта. Помогла случайная встреча с волонтерами. Они вот идут отговорить женщин, которые здесь у нас, говорит, недалеко. Есть такое двухэтажное здание, где вот только и делают за деньги аборта. Может, вы с вами пойдете. Ну и вот и пошла я с ними. И мы, в общем, 8 женщин отговорили. Одна из них была сербка. Она студентка. Я говорю, как же я приеду домой с ребенком? Я говорю, да ты замуж, быстрее выйдешь с детем. Ты же мать. А убьешь, всю жизнь будешь мучиться. Она, вы знаете, что, следующая шла на нее. Вот говорю, считайте, что 9 человек в один раз спасли. Внуки радуют ее. Она бережет дух семьи. И передает всем то, что стало смыслом ее жизни. Делать добро. Любить людей. Помогать всем. Самой главной победой Наталья считает то, что у каждого из детей доброе, отзывчивое сердце. Они невероятно дружны, помогают и поддерживают друг друга. Мы с детства вместе все, и большой семьей, в детский садик мы не ходили. Мы самое детство провели вместе здесь. В школу все ходили в одну. Вместе ездили в деревню отдыхать. Вместе гуляли, вместе ходили на кружки, музыкальную школу. И на самом деле сейчас особо ничего не поменялось. Кто-то уехал, кто-то остался дома. Места на кухне хватает всем. Рядом три поколения. В доме гости. Как и в детстве Наталья печет пироги. История Артемовых еще раз подтверждает то, что если семья выбрала правильный путь, живет по заповедям, Господь никогда не оставит. Всех насытит и о всех позаботится. А Наталья вместе с пирогами подарила детям главный рецепт счастья – верить и любить. То, как мы росли, и как родители нас воспитывали, как они делали все для нашего комфорта, мы тогда не подозревали, мне кажется, то, что было очень тяжело. В общем, родители делали все так, чтобы мы это никак не почувствовали. И только сейчас, мне 21 год, я задумываюсь, а как у родителей, у них нет нормальной зарплаты, тут семеро по лавкам, не можешь элементарно нормальной еды купить, но как бы сейчас осознанной головой ты понимаешь, что это было, наверное, ну, не наверное, это было очень тяжело, но мы этого не ощущали, и все воспоминания с детства самые прекрасные. Мария Чугреева, Андрей Андреевских, Денис Калантай, Юрий Барковский, Ксения Костина, телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok